Добрый день! Я искренне признательна за то, что вы среди таких разных возможностей на ближайшие полтора часа выбрали возможность еще и поговорить, или вместе с нами как-то подумать, пообсуждать формат говорения, формат круглого стола. Стола нет, слава богу, можно его представить где-то здесь. Не самый частый жанр на такого рода событиях, и поэтому довольно часто какие-то острые вопросы, любопытные вопросы, им как будто не оказывается места и времени. И поэтому я признательна Саше за выделение места и времени для возможности поговорить с профессиональной точки зрения. Меня зовут Александра Львовская, и я эбодимент-фасилитатор. Я буду модерировать это наше обсуждение, и у меня вот эта двойная позиция по отношению к этому разговору, я просто сразу ее хочу обозначить, мне с ней не очень ловко, пока я не нашла такой телесности, в которой мне было удобно удерживать эти две позиции. Может быть, от какой-то я временами буду отказываться и менять ее. Я, с одной стороны, фасилитирую этот разговор, модерирую это обсуждение, а с другой стороны, у меня есть экспертная позиция, я себя идентифицирую как через слово эмбонима. И в рамках этой встречи мы попробуем поговорить и посмотреть, может быть, пощупать, может быть, подвигаться и как-то телесно откликнуться на три разных слова, или группу слов. Эмбодимент, слово, которое набирает популярность и в русском языке, и особенно в англоязычном пространстве. Танцевальная терапия, которой мы все так или иначе как-то причастны профессионально, я в том числе. И соматика, соматическое, другое слово, другое направление. И мне сразу хотелось бы обозначить некоторую рамку для сегодняшней беседы. С одной стороны, это получается такая беседа по понятиям. Такой разговор по понятиям. А ты кто? А ты с какого района? И действительно, одна из сложностей, которые я наблюдаю в этой сфере, и эта сложность и в русском языке, и в русскоязычном пространстве, и в пространстве других языков, и других специалистов, территориально других специалистов тоже присутствует, это вопрос про слова, которые мы используем для того, чтобы обозначить то, чем мы занимаемся. И это такой вот первый слой. И словами танцевальная терапия, соматические практики или соматическая терапия, или эмбодимент подход, или эмбодимент практики, сегодня обозначает с одной стороны, и мне вот важно как бы задать эту рамку, некоторое предметное поле, пространство, в котором способ думать о чем-то телесном, и способ делать что-то телесное. То есть это одновременно и такой фрейм для того, как мы думаем, да, или как мы относимся, как мы понимаем другого человека или себя. А с другой стороны, это набор практик, подходов, конкретных методов, которые мы как специалисты используем в работе. И мне несложно предположить, что мы все время будем между вот этими двумя, так сказать, уровнями, да, вот этими двумя фреймами перемещаться. То, как мы, там, телесная терапия, соматика, эмбодимент, это то, как мы думаем, мы чувствуем, и это то, как мы действуем, как специалисты. И мне хочется сейчас, у нас есть спикеры, и мне хочется сейчас, чтобы такую небольшую игру, да, вот, имя, и как вы себя идентифицируете в этом поле, кто вы, да, с какого вы района. Значит, вот я, Александра Вильвовская, у меня есть опыты практика телесной терапии, есть опыты практика танцевально-двигательной терапии, но сейчас я себя идентифицирую, как и будем вследовать. Александр Гершун, и я себя позиционирую именно как танцевально-двигательный терапевт, и, с одной стороны, с другой стороны, все-таки моя деятельность, она шире, чем только деятельность танцевального терапевта или преподавателя, и вот для этой более широкой рамки я выбираю название «Интегральный танец». Меня зовут Инна Брамова, что-то я себя никак очень не идентифицирую, но скорее я все-таки в основном сегодня я практикую как соматический практик, как соматический терапевт, и, ну, одновременно с этим какие-то формы и смысл, это танцевально-двигательная терапия, конечно, присутствуют в моей практике. Довольно активно. Но это как-то очень переключено. И в основе своей, если говорить про какую-то там глубину или откуда я расту, это эмбодимент в том понимании, как его транслирует Бонни Бейнбергшко. Я Анастасия Саевич, и я тоже знакома со всеми подходами, но я позиционирую как соматический терапевт и соматический практик. Я Евгения Депловская, и я идентифицирую себя как танцевально-двигательный психолог-консультант. Я Дикого Яна танцевально-двигательный психолог и соматический психотерапевт. Спасибо. 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 Нет, мы сейчас вот спикерами. А что вы не поговорите про танцево-двигательное терапию? А все теперь. Зашли послушать. У меня еще одно такое предложение, вот так вот спонтанно получилось, мне это нравится. Еще одно предложение. Вот то, к чему лежит ваша душа, да, то, с чем вы себя идентифицируете в профессиональном поле, да, с какими словами, с какими практиками, с какой деятельностью. Как бы это можно было определить, что вы делаете в своей профессиональной сфере, как специалисты? Ну, понятно, что у меня есть официальное определение, которое я делаю у студентов, вот, что вот этот процесс, который мы осуществляем, это психотерапевтическая поддержка и сопровождение человека в процессе человеческого развития, интеграции при помощи танца и движения. Вот это такое официальное определение, найденное из данных, вариация на тему официального определения танцевально-двигательной терапии. Я сейчас послушала твое определение, которое у меня такое ощущение, я слышу первый раз. Давно училась, просто. Да, это правда. Потому что вполне она ложится на часть моей практики, только другими методами, может быть. Ну, как-то, честно говоря, вот внутри то, что я делаю, когда я делаю то, что я делаю, я, скорее, присутствую с тем, что есть, и свидетельствую то, что есть, и поддерживаю проявляться и интегрироваться тому, что вот прямо сейчас случается с человеком. И, скажем, соматическое поле, как и внимание к системам, структурам, тела, в общем, поддерживает этот процесс. Это не единственный канал, но поддерживает очень просто. Может быть, это не будет полный ответ, потому что это такое, да, первое, что приходит в голову, потому что мы не знали, какие вопросы нам будут задавать, мы не подготовились в плане прям какого-то глобального ответа. Ну, может, это интересно, да, вот, что приходит первое в голову. И для меня это первое, с чем я работаю, это погрузить свое внимание в тело. То есть вообще обнаружить, что у человека есть тело, и как он его может наблюдать, что он замечает внутри своего тела, а что, может быть, убегает из внимания, что я, ну, может быть, что привлекает мое внимание как терапевта, когда я работаю. И, может быть, поддержка, да, на этом пути, чтобы встретиться целиком со своим живым телом. Вот, мое такое намерение дать пространство живому телу человеку, оживить через разные подходы, через слушание, движение, неподвижность, это уже не так важно. Но ты где-то спрашиваешь, что я делаю, и я рассказываю про цель, но как-то для меня это очень связано. То есть сначала я решаю, для чего я делаю, да, что я, вообще, что для меня является ценностью, и потом я уже нахожу инструменты, наверное, как это делать. А как это через слушание, видение человека. Да, вот мы как раз вчера немножко на классе работали, через наблюдение, да, через присоединение к человеку. И то, что я еще делаю, наверное, это тоже для меня важно, что когда я смотрю на человека, я как бы всегда стараюсь убирать все фильтры, да, убирать все, что мне кажется, все, что мне, там, не знаю, фантазии какие-то приходят, а вот присутствие с человеком, видя его целиком и полностью, для того, чтобы поддержать его, его живое тело, его развитие, его проявление через тело. Вот так. Я тоже, наверное, откликнусь тем, что первое приходит, и первое, что приходит, это, как моя ценность, создавать пространство, открывать пространство для диалога. И для диалога между разными сущностями, между разными уровнями, там, клиента, да, того, кто приходит, может быть, это телесное или умственно-ментальное, нечувственное какое-то мир, тем самым, создавая, но открывая пространство для какой-то целостности, как того, что, в моем понимании, то, что целительное, то, что помогает развить движение вперед. И, в том числе, налаживание диалога между, внутри человека, как с теми задачами, которые перед ним стоят, в том, на том жизненном этапе, на котором он находится, когда он может, действительно, вопрошать и быть в контакте с тем, что происходит с ним, и, может быть, ну, в том числе и диалога между нами, потому что терапия, в моем понимании, в том области, который я разделяю, она, в первую очередь, подрозумевает диалог между двумя людьми. То есть, наверное, так как-то про диалог сейчас приходится выпук ум체가. Честно, это первая реакция после того, как я услышала вопрос, что если я найду для себя ответ, то я буду на пенсию. Потому что, мне кажется, правда, это какой-то вопрос, на который в нашей профессии мы ищем ответ постоянно. И, ну, как-то, если немножко от своего такого страха, как вот, не знаю, все эти углы бы чуть-чуть отодвинуть и как-то так поконкретней, вот, то как-то мне хочется откликнуться на то, что, Настя, ты говоришь, да, я подумала, это так интересно, что для меня как раз те образы фантазии, которые появляются в работе с клиентом, они для меня очень важны, потому что для меня они, на самом деле, ну, очень информативны и вот этот какой-то процесс постоянного продуцирования, да, каких-то образов про клиента, ну, какая-то, мне кажется, очень важная часть процесса. И моё переживание, это как раз то, что создаёт вот тут, уже о чём ты говоришь, ну, какое-то общее поле, где мы можем встретиться, и для меня очень важно, если говорить про идентичность вот этого танцевания двигательного, чтобы эти образы были не исключительно какими-то картинками ментальными, чтобы они были очень в этот момент соединены с моими телесными переживаниями. Да, иногда так бывает, что сначала приходит, может, телесный отклик, и потом дальше он дополняется эмоциональным или образами, фантазиями. И, как я сейчас чувствую свою работу, мне кажется, это про совместные путешествия, и самое важное, как мне кажется, что я могу сделать для клиента, это оставить все свои идеи о том, что для него хорошо, и в этом смысле для меня сложность названия генетерапии. Потому что эта идентичность, она всё равно предполагает, как бы, в моём переживании, она предполагает, что у меня есть идея, как, ну, в общем, про здоровье. Ну, как, здесь вот более адаптивно, а здесь вот всё-таки вот это движение, не знаю, какое более гармоничное, какое более эффективное. И как вот с этим уживаться и давать право человеку на его путь и возвращать себе свою позицию, что я только тот, кто сопровождает. На самом деле, я не знаю, чего хочет, ну, не знаю, душа этого человека. Я могу только вместе с ним быть реактивным путешествием. В общем, для меня здесь, на самом деле, есть сложность. Спасибо. Я тогда тоже... Это же на свои вопросы-то. Да. Я буду искать способы пересадить. Сейчас снимать. Можете сейчас стул сотрить, с собой не спать. Ах, нет. Далеко, уже далеко слишком. Сейчас я сяду по имбодиману. Как имбодиман специалист, как имбодиман фасилитатор, что я делаю в своей практике, я использую различные формы работы. Это может быть танец, это может быть, не знаю, какие-то элементы йоги, это может быть просто какие-то движения или любые другие форматы, в которые как-то как-либо вовлечено тело. Помогаю клиенту... Меня тут, в смысле, очень откликает всегда заметить факт собственной телесности. И в этом смысле развиваю телесную осознанность своего клиента. И, используя разные инструменты, предлагаю и лечу вместе с ним варианты какой-то другой телесной воплощенности. Другого способа жить телесным. Иначе двигаться, иначе сидеть. Какой-то новый способ дышать. Или какой-то другой еще телесный вариант существования. В котором те цели, которые клиент перед собой ставит, становятся более возможными. Вот я бы так, наверное, и сказала. Опа. Какая-то. Сать, ты записала. Хорошо. Тогда еще один вопрос. Ты развернулась, естественно. Я развернулась. Модератор. Я теперь модератор. Еще один вопрос. Мы попробовали более рационально из телесного отклика, из всей своей сути, но тем не менее более по пунктам, что ли, ментально ответить на этот вопрос. Следующий мой вопрос вот какой. Мне кажется полезным с разных сторон пощупать наши деятельности, как взрыхлить почву, потому что дальше из этого станет больше материала, с которым мы можем дальше двигаться в обсуждение или в какой-то еще процесс. Есть ли какой-то образ или какая-то метафора или, может быть, один, два, три тега, которыми вы свою работу, свою сферу деятельности могли бы описать? Ну да, первые три слова, которые именно как образы, эти образы переживания — это пространство, танец и взаимодействие. Ну, просто вот как, да, я их начинаю уже редактировать, поэтому те, которые пришли, это движение, свидетельствование и… И целостность. Не люблю, но что-то вот здесь. Жизненность, целостность, исцеление, ну, значение быть целым. Что-то вот здесь. Слово, здравствуйте. У меня, наверное, это тело, но тело… У вас, не знаю, даже может быть, анатомия тела, ну, вот что-то очень… Физичное. Физичное, да, тело. Присутствие и движение. Жизнь, встреча и творчество. Танец, встреча и путешествия. Телосубъект, в одно слово, возможности развития. Интересно. И у меня сейчас вот предложение к вам. Вот такое вот небольшое представление, да, такой небольшой образ слов, телесности, вариантов жизни, присутствия. Вот он сейчас есть. И я бы хотела сейчас предложить вам, если у вас есть вопросы с нашим участником, по поводу того, что уже прозвучало, да, из какого-то близкого пространства, их задать. При этом мне хочется ввести ограничения, чтобы каждый из нас мог получить всего по одному вопросу. Мы потом… Да, мы потом… Мы вернёмся, мы продолжим этот разговор, да, просто чтобы оно было более интерактивным. Есть ли эти какие-то вопросы? Вот мы такие тут все. Разные. Похожие. Всё ясно. Всё ясно. Можем рассказать. Вам это конкретно, я понимаю? Ну, лучше адресовать вопрос, кому-то конкретно, да. В смысле вообще? Ну, давай вообще. Ну, давай вообще. Вообще у меня, с какими чаще всего, может быть, в основном, запросами к вам приходят, и с каким запросами, возможно, будут перенаправили к кому-то из своих коллег? В смысле, вот из этих коллег, из этого поля ты видишь? И с коллег, да. Да. У меня есть ответы. Я… Значит, с какими вопросами приходится? Ну, с разными, начиная от разрыва в обороте компании и заканчивая сложности в международных отношениях с кем бы то ни было и чем бы то ни было. И вот в подходе, в методе, да, скорее, в котором мы работаем, есть возможность решать разные типы запросов, начиная от каких-то таких консультационных, коучинговых и заканчивая такой длительной терапевтической работой. И я в своей практике, ну, как бы рекомендую, да, или прямо вот даже перенаправляю к специалистам из танцевальной терапии, да, или танцевально развивающих занятий. В случаях, когда вижу, что для того, чтобы те новые телесные возможности, которые обнаружили с клиентом во время сессии, стали его регулярной практикой, там, например, история про свободу, да, или про экспрессию, да. Я рекомендую вот там к Саше на занятия походить, да, или другим коллегам, чтобы было место, где этот телесный навык мог бы наработаться в безопасной, поддерживающей среде. И я очень часто отправляю клиентов нашей программы к соматическим специалистам, когда у меня есть предположение, что важно глубже погрузиться вот именно в телесные ощущения, да, в переживания, вот Настя сказала, да, там, собственной анатомии в каком-то смысле, да. И когда я вижу в этих переживаниях, в этой глубокой соматической работе, путь, например, для работы, переработки травматического опыта. Я, наверное, готова бы, даже не могу как-то чертить круг, потому что действительно с любыми, и это может быть какой-то, да, контекст бизнеса, связано еще с моей второй профессией, это может быть вопросы, связанные с отношениями с собой, с другими, с процессами, это может быть что-то про какие-то телесно, ну, про какое-то фоновое состояние, там, какого-то напряжения, или отсутствие контакта с телом, или какого-то дезориентации, то есть это такое большое поле. Второй вопрос, отправляю ли я? Нет, нет проблем. Все сама, все сама. Ну, тут сложно ответить, потому что я сейчас, людей, у которых запрос на коучинг в моем понимании, тут вот, я уже чувствую эту терминологическую неясность, ну, не знаю, если запрос получить волшебный пинок, а мы проясняем, что это такие, да, пинок, то это не ко мне, и есть специалисты, которые вот в этом кроши, и тогда я отправляю. Или, ну, что-то такое, или какой-то, там, тренинг-навык, какого-то локального поля деятельности, ну, в софт-скилз, но тут тоже я скорее коллегам отправляю, или, там, я как-то, там же, групповую историю запускаю, ну, наверное, вот так. Ну, мне сразу же нужно отговорить, что для меня, в сути, основная форма работы, она групповая, да, и там в группе понятно, что мы работаем с целым спектром запросов, никогда с одним. Вот, индивидуально это, ну, как бы, этого меньше в моей практике, вот, но если все равно обобщать, то действительно очень много запросов на отношения с телом, на изменения отношений, собственно, телом, достаточно много запросов на, ну, которые, как некое ситуативное, да, это, может быть, сложная эмоциональная ситуация сейчас, переходы, какие-то жизненные переходы сейчас, которые важно прожить, получить поддержку в этот момент, там, разводы, пенсии, смены идентичности и так далее, и так далее, то есть это то место, где, в те периоды, когда людям важна поддержка, и это вопросы более глубинной самоидентификации, кто я, куда я и зачем я, вот, и это только небольшая часть, вот, а когда я отсылаю, то, ну, наверное, здесь есть две границы такие, первая, это когда я понимаю, что нужна клиническая, больше клинический сеттинг, поскольку, да, я с этим работаю, это скорее касается именно того, как я понимаю устройство психики этого человека, вот, и что это уже может выходить за рамки моей компетенции, и вторая вещь, это когда мы действительно, скорее, это тоже вот очень похоже, что понимаем, что нужна некая регулярная практика, не терапевтическая, а вот именно вот тут некий стилс, некие навыки, некая поддерживающая практика, тогда мы можем искать, каким специалистом двигательным человек может пойти. Если у кого-то есть свой вариант ответа на этот вопрос, возможность, да, то есть, не обязательно. Ну, как-то очень созвучно, на самом деле, с тем, что уже сказали. Я могу очень коротко сказать, просто, мне кажется, что так случилось в моей практике, что мало кто обращается ко мне как к танцотерапевту, и скорее у меня есть некая специализация, с чем я работаю, и, может быть, это особенность, там, моего чего-то, позиционирования или чего-то еще, но есть, скорее, вот запросы, с которыми я, как правило, работаю, и коллеги, когда ко мне направляют, они знают просто, с чем я работаю. И если я понимаю, что это не моя компетенция, там, например, в структуру личности, или, ну, каких-то, там, запросов, которые выходят, то я перенаправляю, и, получается, тоже к терапевтам, скорее, ну, не к нашему полю телесному, мы вводим это не в соматику, а вот к терапии, потому что, ну, как правило, ко мне приходят терапевтические, с этим терапевтические. Ну, это мне довольно отличается от ваших, мне кажется, у вас прям такие широкие запросы, я слышу. Ко мне приходят именно, то есть, при работе с телом, ну, то есть, прямо, ну, так получается, тоже так получилось, так сложилось, что когда человек уже готов и хочет как-то либо встретиться с телом, либо почувствовать какие-то части тела, либо есть что-то, что там, непринятое части тела, то есть, это прям, ну, довольно конкретная зона, с которой люди приходят. Иногда это про взаимодействие телесное в том числе, ну, то есть, проявление телесности. А, когда... Ну, когда я вижу, что, не знаю, на самом деле, для меня критерий, когда я чувствую, что... Или даже когда в моём поле внимание появляется, что есть ещё какая-то практика, которая полезнее, чем моя, вот мне она кажется эффективнее. Вот в таком случае я отправляю. Это могут быть расстановки. Ну, тоже здесь это как-то аккуратно, ну, не знаю, насколько человек, может быть, он вообще про это не верит и всё, да, то есть, это как предложение я озвучиваю, не то, что я прям всё, до свидания вам туда, ну, вот, то есть, это какой-то диалог, в котором мы разговариваем, какие ещё есть возможности, чтобы продвинуться на пути. Спасибо за вопрос вообще, конечно. Вопрос? Да, у меня вопрос. Я не знаю, кто ответит. Как работа с телом происходит в коучинге и где надо учиться? Я в конце можно отвечать на этот вопрос. Есть несколько программ и есть несколько методов, которые именно вот про коучинговую работу на базе телесности, соматики, whatever. А вот, допустим, я хотела бы поработать с телом, но не знаю ни про одно из направлений. И что мне нужно знать про каждое направление, чтобы определиться? Мне кажется, отлично, прежде всего тебе нужно знать, что ты хочешь, что ты вкладываешь в слова, поработать с телом. Вот это прежде всего тот вопрос, который имеет смысл себе задать. А в чём разница? Ну вот, например, я вообще, ну, к примеру, вообще никогда не работала с телом, я не знаю, что это такое, и мне бы хотелось, например, узнать, что я работаю с телом. Что-то ты про это знаешь, раз у тебя есть эта формулировка, работать с телом. Ты что-то про это знаешь? Просто, допустим, слышала откуда-то с улицы, что вот я как-то не знаю, сказала, что я работаю с телом. Что, что такое. Ну, например, ничего не знаю. И мне бы хотелось определиться с направлением. Вот что я должна знать про каждое из ваших направлений, чтобы определиться? Ну, я, наверное, со всеми, там, со многими оговорками, но я могу пару слов сказать. Да, то есть, всё равно первое, что выходит на первый план, это всё-таки не метод, а терапевт. Да, то есть, а метод – это вторичная вещь, и это важно. Вот. Вторая история, что если человек идёт или его выбор может лежать в сторону танцевальной терапии, то понятно, что у него может быть интерес к более экспрессивному, более заметному движению, к взаимодействию с движением. Вот. Ну, да, вот, наверное, вот это то, что это более проявленное движение, более заметное, там, где человек действительно может себя проявить. Понятно, что потом он узнает, что есть такой внутренний танец, и маленький танец. Это он тоже узнает, конечно же. Вот. Но вот если поверхностно, вот снаружи, не зная деталей, то будет такой образ. Немножко в дополнение, с каждым словом, мне кажется, что, когда случается, что вот та сфера жизни или какая-то там модальность, которая или у нас очень проявлена, и тогда она нам близка, и она нас как будто бы зовет, или у нас очень много в ней уязвимости, и мы чувствуем, может быть, очень много желания, какого-то, не знаю, там, затаилного, и нам сложно это решиться. Ну, не знаю, например, ко мне довольно часто приходят люди, конкретно как танцевать на внутреннюю терапевту, и те, которые так не решаются затанцевать на сессии. Но пришли они конкретно с этим запросом. И понятно, что там есть какая-то большая история про напряжение, связанное с эмоциональностью и экспрессией, и свободой вообще проявлять и предъявлять себя. У меня это как будто бы будет самим собой. Поэтому моя фантазия, что когда человек, ну не знаю, начинает гуглить и смотреть какие-то... Во-первых, я абсолютно согласна про сначала человек, потом метод. Ну и вот когда он выбирает, не знаю, между некоторыми специалистами, и в том числе ему уже приходится что-то узнавать про метод, мне кажется, что или позовет его страсть, с которой он в контакте, или тень, или то, что спрятан. Кто-нибудь из соматических специалистов, да, соматические. Соматический молчат. Я сейчас в какой-то растерянности, потому что я где-то я считываю, слышу, что соматика может восприниматься как что-то, что вот исключительно туда и инны, и такое вот. Но это не так. Это не так. Так же, как братанец. Так же, как братанец, совершенно верно. И в этом смысле, да, это может быть там и страсть к экспрессии, и потребность к какой-то внутренней тишине, глубине, и это тоже может быть проявлено в тени. Не знаю. Даже я не знаю. По опыту, кажется, что люди... Они все очень разные. Очень по-разному. И я не могу сказать, что ко мне приходят вот исключительно и только люди, которые приходят, вот прям зная. Я пришла к соматическому терапевту. Скорее приходят люди с каким-то очень разным ожиданием, но при этом внутри этого есть. Вот я знаю, что вы как-то про тело, и вот это для меня вот как-то... Вот так я бы сказала. Это для меня как-то важно. Ну вот сейчас... Что важно знать про подход? Да, если... Наверное, самое важное, так как... Ну, сейчас... Люди, которые так или иначе себя идентифицируют именно как эмбодимент-фасилитаторы, да, не просто соматические терапевты, да, ведущие каких-то двигательных занятий самых разных, да, или соматические специалисты, потому что... Ну, окей, следующий сайт у нас будет более теоретическое заявление, что это значит. Мы в этом смысле как бы существуем на поле бестелесности, да, на поле вербальных практик, на поле, ну, какого-то другого окружения, да, и в этом смысле оказывается важным знать, что мы будем привлекать внимание клиента к тому, что происходит на телесном уровне, обращая внимание на какие-то очень простые вещи, типа поза, дыхание, направление взгляда, может быть, какие-то простые бытовые движения, и будем обнаруживать вместе с ним, каким образом его способ, привычный способ телесного существования, воплощения, да, реализации, создает возможности и ограничения в достижении его каких-то задач или в том поведении в различных ситуациях, которые он обнаруживает. И, соответственно, если он хочет что-то изменить, то у него есть вот такой QR-код, да, прямой вход в эти изменения через внимательность телесного. И, соответственно, если возвращаться к личности терапевта, вот вам как бы, как, 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 как терапевту, да, который, который, который выбирает другой человек, какие ваши способности личные помогают вам ну, как бы, срегулистить какие-то границы с этим человеком, то есть, как чувствуют это, ваши личные качества? Уже больше праличные ходят из этого. У меня есть один? Да? Переселый тебе повелся ответить. То, что мы делаем в работе, есть продолжение возможностей ограничений, которые мы несем в своей телесности и наших собственных телесных паттернов, с моей точки зрения. И в этом смысле моя собственная телесная практика и развитие телесной осознанности это то, что помогает мне в работе с другими людьми оставаться внимательными, в слушании, в чувствительности, в креативности каких-то предложений или вопросов, в чувствительности к мы это называем калибровкой, насколько туда двинуться, в каких форматах, в каких словах. Для меня ключ к моей собственной известной особенности. у меня что-то рождается, понятно, что он ситуативный и частичный. Наверное, ключевой момент здесь это то, что можно назвать заинтересованностью или любопытством или интересом, и он может лежать спектр от внимательности, особенно внимательности к тому, как устроена целостная жизнь, как человек проявляет себя телесно, говорит, какие истории раскрывает, в том числе пространство образов. до такого экспериментирования, то есть как метод терапевтический эксперимент или исследование как метод ключевой. Это одна вещь, и вторая вещь, связанная с достаточно широтой, что можно очень по-разному. Ну, вот эта открытость широкому видимо, любопытство и открытость широкому видимо. Ну, сейчас я говорю, это личное качество, мне очень, конечно, резонирует твое любопытство, вообще любопытство не было. И для меня каким-то ресурсом и вызовом и такой моей внутренней практикой сейчас последние сколько-то лет является намерение следовать процессам самого новичка. Это прям как будто бы я прям намереваюсь каждый момент это делать и я не могу сказать, что это то, что со мной случается сама по себе и все время нет. То есть такой труд внутри. который прям мне очень ценен и важен с умом новичка следовать, а вот там уже огромное количество любопытства, удивления, какой-то привилегии свидетельствовать и событийствовать с тем, что разворачивается прямо сейчас. И конечно же личная практика и клиентская и практика аутентичного движения и личная практика. Мне как-то очень хочется присоединиться. Когда-то мой терапевт сказал, что терапевт это интересующийся дурачок. Он ничего не знает, но ему очень интересно. И как-то вот я взяла это себе. Мне это прям подходит. И это одна часть, одна полярность, что я ничего не знаю, просто интересная. Другая часть, что я тоже самая не знаю про себя, и я постоянно в этом диалоге нахожусь самой собой. То есть я как терапевт открываю пространство для психического и мне важно иметь возможность его встречать. Но в первую очередь главный тренажер это я. И тогда все мои практики помогают быть в контакте с тем проекцией, то есть наши фантазии, наши телесные ощущения, которые приходят в отношениях, взаимоотношениях с другим человеком. Когда я умею с ними обращаться внутри себя, я могу создать такое пространство для человека. Могу стать хорошим зеркалом. Мне очень нужно понимать от чего я отражаю. самая как я. А можно я переспрошу про вторую часть вопроса? Первая была про личные качества, которые помогают выстраивать контакт, можно так сказать, да? И что-то было еще про границу. это уже надуманная часть, скажем так, но не то, что о чем говорили, а личные качества, которые помогают оставаться терапевтом, оставаться в присутствии другого. Оставаться терапевтом. Или будучи терапевтом, оставаться собой. как будто открывает еще один вопрос. Если про то, как оставаться терапевтом и самим собой, я думаю, это про такое, я не уверена, что это личное качество, мне кажется, это скорее некий такой навык, который просто нарабатывается, такое мягкое, плавное, достаточно частое переключение внимания, сослушания другого, наслушания себя. Признавая вознесение слова внимания, что я не могу одновременно быть в двух местах. То, о чем уже говорили колени, что я слушаю, воспринимаю. Думаю, очень интересно, что мы все сказали про искренний интерес и любопытство к другому. И сейчас мне кажется, что правда в этом как-то очень повезло. Потому что это не то, что нужно где-то добывать специально, что это есть в природе. А вот все остальное, то, что коллеги говорили, как-то очень присоединяюсь. Но в моем случае я не могу сказать, что это личное качество. Скорее это то, что нарабатывается где-то, и как в своей практике, как клиенты, и в своей практике, практике отечественного движения, как быть другим, как свидетельствовать, как присутствовать, как быть открытой другому и самой себе, и как давать место тому, что есть, только воспринимать, не оценивать, держать. Мне хочется еще добавить отвага. То есть на самом деле это очень странный такой выбор быть с этими темами внутри себя и встречать в разных темах другого человека. Это требует определенного какого-то склада тоже, в том числе отваги, смелости, не знаю, может быть, чего-то еще. Чего-то еще. Теневого еще может быть. Спасибо. Лучше. Давайте последний вопрос, потому что еще хочется успеть про понятия. Сколько времени зайдет ваш путь до момента, когда почувствует, что вы помогаете людям, человеку, профессионалам? Мне 34. в основном оговорки возникают, что если учитывать вот это, учитывать вот это, учитывать вот это. цифра, которая приходит лет десять. Так вот, чтобы вот это да, оно стало солить. нормально. Я так рефлекторно ответила 34, мой возраст, наверное, потому что, мне кажется, на этот вопрос я отвечаю внутри себя постоянно, постоянно в себе стою. И как бы точки нет. Но у тебя же некий профессиональный был все равно? Очень сложно, непонятно от чего отсчитывать. Тот момент, когда я начала получать психологическое образование или когда я решила, что я получила психологическое образование. Или когда я стала получать деньги за сессии. Да, или когда я начала получать деньги за сессии, перестала испытывать от этого смущение. Ну, то есть очень много раз. Я тогда могу откликнуться с такой метод позиций. По нашим наблюдениям путь, начиная от получения первого какого-то этапа образования, профессионализации в какой-то сфере, я сейчас не буду говорить за психологов и психотерапевтов, скорее бы, телесную часть этого. В среднем это 3-5 лет. И для в нашем опыте это связано с не только или не столько с наработкой каких-то знаний, практических приемов работы, или развитием собственной идентичности, вот я тот человек, который это делает, это то время, какое-то разумное время, минимально разумное время, за которое моя телесность как специалиста становится достаточно чуткой в каком-то смысле, и в этом смысле я могу ее как инструментом, если угодно, и я понимаю, что это инструмент моей работы. И развитие профессиональных навыков на таком устойчивом уровне в среднем припятие с нуля, потому что у меня здесь нет вопросов про себя, я преподаю с 18 лет, у меня в общем сомнений по поводу, что я могу быть кому-то полезной в каком-то качестве нету, нету, поэтому у меня анамнез школьного учителя, поэтому мне в этом смысле сложнее. У меня вообще я как-то расшифровываю этот вопрос, какой путь я прохожу, чтобы стать. И вот для меня это как будто тоже есть, когда я пришла на первый тренинг Саши Кершона. О, да, интересно, мне самоинтересно, я танцую. О, что же дальше, что-то... О, соматика, да, так неинтересно, программы в России нет, куда же поехать, ждем, ждем, ждем. Ага, появилась в Вильнюсе, едем в Вильнюс, да, мне так это все нравится, я это делаю. Потом, надо писать диплом, надо искать клиента, мучения. И вы, окей, написала диплом, вот, как будто вот этот путь, вот этого по, ну, прям, поиска, а куда я иду, какой моя... вот как вы спрашивали до этого, а в каком направлении мне вообще пойти? всегда стою, так, направо пойду, коня потеряли, лево пойду, жену найду. И вот так вот все время на пути я ищу, мой это путь, а может в какой-то момент я скажу, фу, вообще не мое, не хочу, иду вообще в другую сторону, это, ну, это прям жизненный путь, мне кажется, такой, что это такое, мой профессиональный путь? Ну, это очень интересно, не знаю, я прям счастлива, что я на этом пути, и что есть в этом и танец движения тела, жизнь. Спасибо. И вот очень любопытно, как это все разбивается, да, и понятно, что есть вот эта вот, ну, такая перспектива, да, из которой весь разговор разворачивается, да, потому что, во-первых, у нас у самих есть нечастая возможность, я бы даже сказала, редкая возможность поговорить, рефлексировать на эту тему открыто. Да, и ваш вопрос в этом смысле такое большое подспорье, и, но при этом хотелось бы вернуться к понятиям, вот эти вот три группы понятий, танцевальная терапия, соматика, соматические практики, соматика, не знаю, как это точнее обозначить, в русском языке, и эмболимент. Есть ли у нас, у вас какие-то идеи о взаимоотношениях, о взаимосвязях этих понятий, этих предметных полей, практических полей? У меня идея появилась здесь, точнее, я ее увидел здесь, где это была, просто я ее здесь увидел. Оказывается, все у меня сложилось достаточно просто, связь она историческая, то есть в том смысле, что мы можем в 20 веке очень ясно отследить, вот у нас там появился психоанализ, и сразу же следующим ходом телесная терапия, и через там десятилетия танцевально-двигательная терапия, и через там два десятилетия появляется соматика, и через два десятилетия появляется эмболимент. И они не то чтобы наследуют, они, понятно, что там есть еще дополнительные влияния, и они как-то пересекаются, они сосуществуют одновременно, потом уже, но есть очень ясное историческое развитие, вот, что, ну вот как это появлялось в поле, и сейчас они сосуществуют, и безусловно там опыляют друг друга перекрестно, там решают вопросы, там дележки рынка, дележки теоретического материала, научных, все это нейросайенс, того, что нарабатывает последние там два десятилетия, мы все это делим, вот, ну вот как-то у меня... Ну разделяем, это шеринг, а не... Я по обеих смыслах, мне нравится, что по-русски это одно слово, да, шеринг, да, девайд, да, вот, и, соответственно, ну потому что конкуренция, это же тоже нормальная такая история между коллегами, вот, и, соответственно, вот это важно учитывать, что вот эти вот корни того, как это появлялось, они сохраняются, но в то же время, ну, то есть в этот диахронный, синхронный аспект, вот, что, что одновременно, это сейчас существует одновременно со всеми этими корнями, и оно продолжает развиваться, вот, это тоже важно. Будет что-то еще, какие-то еще слова появятся. Наверняка. Здесь еще какие-нибудь. Слушай, я ничего не добавлю. Ну, это у меня есть идея, здесь возникла, это ради этого, собственно. Ну, я тоже готова поделиться своей картинкой, и я полностью поддерживаю, для меня какая-то очевидная история, что когда мы смотрим... Не артикулированная. Правда? Ну, вот я... А, окей. Надо больше писать. Или надо больше писать. Вот это вот исторический контекст, развитие и ответвление, да, вот, и где-то, ну, в природе, в интернете существуют различные большие карты, бодимайнд, и соматического поля, кто у кого родил, кто у кого учился, кто с кем переспал, и из этого выросло какое-то новое направление, да, то есть вот вот эти вот генеалогические древа соматического поля, бодимайнд поля, оно очень такое, ну, активное. Картинка как... Ну, вот я ее сейчас вижу, да, и как-то осмысляю. Она отчасти привязана к словам, и это скорее про корпус русского и скорее английского языка, да, в смысле слова употребления. И там, начиная с 80-х годов, опять же, как бы, это исторический вопрос, с 80-х годов приблизительно, там, рядом исторически, по времени, возникли два слова, и Google активно показывает, что вот они вот возникли, вот в одно и то же время приблизительно, и стали популярны, употребляться, это слово body-mind, вот это вот, и еще там, окей, все еще вокруг Иссалена возникло там, свои исторические тенденции. и этим словом попытались охватить вот эту вот идею целостности телесно-эмоционально-интеллектуального, вот мы все, да, вот целостный body-mind, и мы такие этим body-mindом ходим, думаем, деньги зарабатываем, детей воспитываем, города строим, людей убиваем, вот мы все этим body-mindом делаем. И, соответственно, есть практики, которые вокруг этого body-mind что-то там делают. И это вопрос политического влияния, и всем привет от Томаса Хана, который просто за счет своего веса в сообществе калифорнийском и книге ввел слово «соматика» для обозначения в первую очередь своей практики, а потом это слово распространилось на большее количество практик, и теперь мы имеем в равных весах, что ли, слово «соматика» или «соматические практики» для обозначения широкого поля практик, и body-mind практики, примерно для того же самого. И так получилось, что в конце 90-х, в начале 2000-х с активным использованием этих аппаратов МРТ в науку и в тексты активно ворвался нейросайенс в формате, который называется «embodied cognition». И в этом смысле слово «emboziment» как по большому счету для обозначения той же самой реальности и того же самого целостного феномена человеческой жизни, и в некотором смысле для обозначения того же самого поля практик. Оно просто с точки зрения веса, потому что, как это сказать, наука подключилась, просто индекс цитирования или рейтинг слова стал выше. И поэтому то, что еще пять лет назад, и это прямо на моей памяти, в моих руках, то, что пять лет назад более активно называлось body-mind практиками или соматическими практиками, за последние два-три года, вот даже два года буквально, то, что происходит прямо сейчас, переименовывается в омбодимент практике. И это, ну, для меня, это просто вопрос про слова. При том, что есть традиции у разных видов практик. И в этом смысле есть традиции семантических практик, есть традиции, которые больше привыкли себя называть омбодимайнд, а есть те, которые переименовались в омбодимент. Или с самого начала называются омбодимент, потому что они возникли вот назад. название. И для меня, я пользуюсь омбодимент как более широкой рамкой, и для меня в этом смысле чрезвычайно важно, что там внутри этого поля огромное количество разнообразных практик, форматов работы, специалистов и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И это очень такое вот сейчас буквально становящееся поле, то есть это вот оно прям вот как-то зрело-зрело и так последние два года так вот разными областями, разными. Вижу вопрос сейчас. Я правда очень хочу привнести это, потому что когда я читаю что-то сейчас появляющееся про эмбодимент, я там не встречаю, ну это может быть такая выборка, которую я нахожу, я не встречаю того понимания эмбодимента, на котором я как-то произрастаю, которое было сформулировано Бенни Бендридж-Ковен, это родоначально, автора подхода в бодимайн-сентре, ну-ка, и которое ну как-то к самому матике, к бодимайпу, ты что говоришь, да, это и другое, и я его встречаю в статье, опубликованной в 80-м году. Мне прям хочется, это невозможно пересказать, могу ли я его прям прочесть, потому что оно не звучит, а мне очень хочется, чтобы оно прозвучало. Сейчас вспомним. Процесс эмбодимента воплощения в телешине, это вот попытки перевода, которые все не отражают до конца это, ну, содержание этого слова. Процесс эмбодимента это процесс бытия, неделания, это процесс осознанности, в котором проводник и свидетель растворяются в клеточном сознании, визуализируя, визуализация и соматизация ведут к полному воплощению, помогая нам вернуться к досознательному, предсознательному, сознательным умом. Эмбодимент это автоматическое присутствие, ясность, знание без необходимости искать его или уделять ему внимание, как гласит изречение дзен, если ты ешь, ешь, если ты спишь, спи. Ну и дальше она расшифровывает визуализация, то есть вы слышали, да, там она описывает этапы или через что происходит, да, и первое это визуализация, процесс, в котором мозг представляет себе теленные аспекты тела и тем самым информирует тело, что оно существует. В этом процессе есть руководитель или проводник, например, изучив изображение какой-либо структуры тела, вы держите в уме этот образ, чтобы обнаружить у себя, осознать эту часть тела, как бы активизировать внутреннее киноэстетическое зрение. Соматизация это процесс, в котором киноэстетическое продвижение, проприоцептивное проположение тела и тактильное касание. Все эти сенсорные системы информируют тело, что оно существует. В этом процессе присутствует свидетель, внутреннее осознавание процесса. Например, вы замечаете ощущение, которое рождается в этой части тела, благодаря движению или прикосновению. Или же вы инициируете движение из этой части тела и осознаете ощущение и чувства, которые возникают. Что вы замечаете? Каковы ваши ощущения, чувства, восприятия? Как это меняет ваше движение, ваше сознание? То есть мы находимся в этом процессе нагрузить. И наконец эмбодимент это осознавание клетками самих себя, проходя через вот эти процессы. Вы отпускаете действия сознания, сознательный мэппинг. Это прямой опыт, в котором нет промежуточных шагов, нет интерпретаций, нет ни руководителя, ни свидетеля. Есть абсолютное знание, осознавание проживаемого момента, инициируемое самими клетками. В этом процессе мозг получает информацию последнюю. Из процесса эмбодимента возникает чувство, мысль, свидетельствование, понимание и источник этого процесса любовь. Спасибо. Можно откликнуться? Спасибо. Я могу сказать. Опять-таки здесь тоже важно слово одно, а контекст и фрейм разные. И если мы вот то, о чем говорит Вилли, как эмбодимент, это обозначение, именно такое внешнее обозначение некой социальной реальности. А то, что описывает Бонни, это то, как она понимает тот процесс осуществления тела. То есть с одной стороны маркировка некого поля, а с другой стороны определение процесса. То есть слово одно, а реальности там вообще совершенно про другой фрейм. И вот этих фреймов их больше чем два, понятное дело. для меня здесь я могу тогда откликнуться цитатой по-английски, немножко сложно перевести на русский. Корректно. По-английски она звучит «it's not just your embodiment, it's your fucking life». Потому что вот мы можем использовать этого слова для описания каких-либо процессов втелеснивания, да, или там увеличения присутствия телесной осознанности или чувствительности, разворачивания этого процесса. мы можем использовать это слово для обозначения того, что в русском языке и в русской традиции там не знаю XX века, да, разговоров про тело обозначается словом телесность. Да, на английском оно до недавнего времени было corporality, да, как некоторая реальность тела. И опять же, да, в какой-то момент они начали использовать слово embodium для обозначения того же самого нашей втелесенности, да, как мы воплощаемся. Мы можем использовать это слово еще в самых разных контекстах хреймов для обозначения самых разных процессов. И здесь как раз моя персональная и профессиональная позиция как раз и заключается в том, что есть слово и есть большое обширнейшее профессиональное поле различных практик. И одни практики больше, например, в этом смысле сосредоточены на, или фокусируются, да, и в этом их сила и возможности и для практиков, для клиентов уйти в какую-то телесную глубину вплоть до клеточного уровня. И в этом смысле очень глубокое такое экзистенциальное, на телесном уровне переживать свою экзистенцию, простите, за такую ужасную с точки зрения русского языка конструкцию. Да, потому что это и есть практики, которые дают эту возможность. Да, и есть практики, которые дают возможность перемучить свое движение или сделать для своего боди-майнда, для себя, для человека и для своей нервной системы и для своих любых систем тела не стрессогенными самовыражения и экспрессия или неподвижность или следование жестким формам. Да, вот, я в восторге на самом деле от того, что вы эти три дня в центре боевых искусств. Я говорю такое «ху!» Да, весь мой боди-майнд так ликует. и так далее, и так далее, и так далее. И вот, да, для меня это про возможности различных практик и в том числе про то, как мы как специалисты можем видеть вот про что мы представители тех или иных практик. И видеть, что рядом есть другие поля тоже. Да, вот это вот, они про другое и про то, как прийти к миллиону, да, успеху условно такие тоже есть. можно практика медитации практика духовности духовного определения и практика как бы воплощенности воплощения, то есть воплощенный дух и обухотворенное тело, мне бы хотелось просто послушать вас, да, как эти два пути или это один путь возможно сочетались в вашем личном опыте. То есть есть ли какая-то практика медитации, mindfulness или spirituality, которая сопровождает ваш процесс вот этого вот эмбодида, скажем так, в вашем личном путешествии? Не хочется. Ну вот, когда я слышу, потому что Вилли говорит вот об этом действительно очень важном процессе, я прислушиваюсь, а что же такое танец? И танец это уже такая неявная целостность, которая присутствует, что с одной стороны социально это существует как определенная форма, но изнутри, если мы туда входим, мы там и обнаруживаем вот это единство телесно-эмоционального личных историй и непосредственного проживания. И один из удивительных моментов, что как раз вот эти особые состояния, для которых мы можем выбирать слова, которые относятся к области духовного, они тоже очень естественным образом возникают в процессе движения совместного или глубокого индивидуального. это приходит само. Просто танцоры они не очень много говорят, им это не очень нужно. Просто прутся. Идут следующие танец за следующей дозой. Простите, что все это как к профанному. Нормально. Они же еще распространяют эти дозы. Да. Да. то есть это для меня вот сам этот процесс он включает это все а в практичести сам по себе то есть вот этой приверженности практики. Я хочу продолжить Саша несколько слов. Я не была на этой конференции но мне встретилась цитата известного очень известного терапевта Донула Калшевы в нескольких книг и вышла в работе странно. И на последней конференции он сказал о том, что движение и обращение к телесному на самом деле это просто невероятный способ встретить бессознательных. Я вспомнила как пару лет назад на одной лекции я шутила вместе с коллегой что не только сновидение царской дороги к бессознательному движению должен. И движение может быть не только продвижение как движение или не только танец но то что мы называем соматическими практиками. в моем личном опыте так сложилось что в практике латучичного движения все идеально сошлось. И я чувствую что чем больше я укореняю в телесном как будто чем на какую-то больше глубину я иду в переживании чего-то кто-то классно стал мясного и буквального тем больше открываются возможности для того чтобы условно двигаться как будто одно для другого невозможно. Я тоже хочу откликнуться из того что я сейчас прочла из этого текста в общем когда я практикую вот такую соматику в подходе и BMC и ABMT это для меня мистическая духовная практика. ты говоришь об аутентичном движении аутентичное движение для меня основная практика и она тоже включена в один из подходов соматических в котором я работаю и это да это мой подход хотя мне очень так же хочется откликнуть что и танец моя молитва я просто знаю что разные границы наверное это и есть почему мы говорим сейчас набирают обороты потому что есть же традиционные классические практики спиритуальности по аскезе тела где практикуется аскеза тела я не являюсь специалистом по спиритуально практикам и вообще есть какие-то внутренние сложности с этим словом в любом его языке варианте и и так или иначе если мы будем смотреть на различные спиритуальные практики мы увидим что путь туда так или иначе путь туда лежит через телесное просто мы с этим телесным можем делать совершенно разное для меня собственного опыта когда у меня не было почти никаких отношений с темой медитации в смысле практик майнфулнес и когда там шесть лет назад это стало условием моего обучения я начала это делать ну тоже вот как-то я к этому долгое время относилась с такой очень прагматической точки зрения в том смысле что я просто качаю мышцу внимательности да и я развиваю ну вот какой-то вот свой навык в том числе развитие телесной осознанности да а не только там я не знаю в более классических вариантах медитации и и в этом смысле для в моей картинке для современных практик любой там модем ансоматической вотэва работы майнхлнес это база потому что это как бы некоторый базовый навык который позволяет не замечать например ощущение собственного тела или вот пребывать в теле частью своего внимания вот ну как-то так да и через практики майнхлнес это развивается и при этом ну вот может быть если будет интересно там выложу там еще раз картинку там вот про разные поля вокруг майнхлнеса бодимонта и тела если посмотреть на разные ну как бы источники да там бодимонта да где-то боевое искусство где-то там йога медитация где-то танец и перформанс где-то соматические практики ну то есть много как бы корней питающих и у всего этого можно увидеть слой ну как бы тело такой инструментальный да делай так делай сяк чувствуй себя хорошо да и поправляй здоровье ну вот такое утилитарное да тело как утилитарный объект есть слой майнхлнес и есть вот стремление такая тенденция вот этому к объединению и ну мне нравится метафора моего коллеги Марка embodiment beyond mindfulness то есть это embodiment это что-то следует ну как бы следующий шаг да по отношению к майнхлнес практикам которые мы можем обнаружить когда мы включаем телесность и свое телесное существование в майнхлнес практике все запутало я молодец наверное еще только одну одну вещь когда мы говорим о всем мне кажется очень важно что мы может быть чуть меньше особенно когда у нас есть стремление концептуализировать понять найти этому место то очень важно что мы чуть-чуть опуст ну что ли оставляем или там меньше начинаем смотреть на не менее важные вещи это на красоту которая является одной сущностей человеческого как будто для меня в танце присутствует красота а в эмбадименте не всегда как будто это не стает таким же равным и человеческая встреча что никогда не бывает одинокого эмбадимента нет его это всегда про отношения у нас тело не может на это сеть отношений встречи само тело по себе это встреча движение и это тоже важно мы разговариваем я бы не могу больше разговаривать с ними я уже так что нужно да мы что-нибудь это сделаем пойдем пообеду мы можем нет мы можем что-нибудь например мы можем встать вот мои старшие товарищи научили меня делать всякие прекрасные движения которые используют мы собрали очень много разного мы собрали очень много каких-то разных слов образов идей отликов на ваши вопросы собственных вопросов походу которые возникают и если есть какие-то вещи которые вы готовы так вот взять и куда-нибудь в себя вот прямо сейчас упаковать но много не наедать сейчас обед как-то вот это вот что-то взять а что-то может быть я потом с этим разберусь или вот это мне не понравилось что-то произошло что это что это вообще тут такое госсоруб какие-то движения которые завершить спасибо вам большое за свидетельствование этого разговора за возможность этого разговора благодаря вам благодаря вашим вопросам благодаря вашей присутствии и внимания и спасибо большое за участие и спасибо за модерацию